Ну что ж, дамы и господа, всем привет! С вами, как обычно, Дмитрий Руи. Мы продолжаем гонять в Хадсу Фаренфо в Кайзере за Соединенные Коммуны Бразилии. Мы продолжаем приводить всех женщин, возможных здесь, к власти. И сегодня Лила Риполь уйдет на покой, придет кто-то еще. Ну а также нападем мы на кого-то, это будет или Австралазия, или немецкое правительство в изгнании. Ну, по поводу Австралазии, напоминаю, с ее союзниками бывшими мы тоже разберемся, если решим напасть именно на нее. Поехали прогонять время. Это довольно геморройное занятие. Действительно, такое чувство, будто во второй Сталкер гоняешь. Или в четвертый Крайзис. Такие галюкие лаги идут сейчас уже, что ого-го. Не рановато ли для кандидатов на съезд? Год всего прошел, но ладно. Это, кстати, наша героиня. Как раз мы ее изберем. Евгения Альваро Морейра объявляет свои политические цели. Еще одна очень известная модернистка и лидер-феминисток Евгения Альваро Морейра долгое время не участвовала в политике самой революции, занимаясь другими аспектами жизни. Но сейчас, после кратковременного возвращения как синдикалистского главы очень влиятельного союза писателей, она объявила о желании стать председательницей и получила поддержку огромного большинства модернистов. Ее дерзость и долгая история борьбы сделали ее знаменитой как в Рио, так и в других южных городах. И поэтому такой публичной фигуре не пришлось много делать, чтобы о ней все узнали. Время покажет, если актриса, ставшая политиком, будет полезна союзу. Удачи ей. О, вот дела. Это эпично. Германскому правительству в изгнании немножко больно. Рухнули все их колонии. Народы Африки свободны от империалистов. Ну и таким образом, да, Вилька сидит в Намибии. Но у Вильки дофига дивок. Гипотетически он может, в принципе, с этим всем великолепием справиться. А северо-восточные штаты поддерживают Ричел Д. Керуш. Организовав, пожалуй, самое большое политическое собрание Северо-Востока, тамошние политические силы наконец-то решили, кто станет их кандидатом на пост председателя. Ричел Д. Керуш, давний ветеран рабочей борьбы и талантливая писательница, почти идеальный компромиссный кандидат Великого регионального съезда. Время покажет, если она отберет достаточно популярности, чтобы стать новым председателем. Интерстинг. А, и параллельно, тут сейчас куча всего происходит, но Зюид Вест-Африка, скорее всего, отвоюет. Утерянные земли уже, в принципе, кого-то они побили. И Камерун тоже побил. В общем, королевская тут битва такая намечается. Другое дело, что особо следить не могу, из-за того, что глюки, ну, совсем ужасные идут. Приходится наводить на Австралию и прогонять, там время почему-то быстрее идет. Отто Ольвейлер и Южный автономический фронт. Синдикализм в Рио-Гранде-Дусу всегда отличался от всей страны. Там были одинаково популярны как сторонники Батьки Махно, так и максималисты. И это противоречие всегда ломало надежды на левое единство в Порту-Алегрии. Совершив многозначительное и символичное действие, лидеры профсоюзов этого штата собрались и выдвинули Отто Ольвейлера, чтобы он представлял их на выборах председателя. Они называют себя автономистским фронтом, требуя меньшей централизации и имея сильную поддержку любителей Батьки Махно. Время покажет, и если этот кандидат был просто демонстрацией единства, или же это новый шаг в бразильской истории. Удачи! Увы, он пролетит. У-у-у! Азюй-200 Африка-то сцепилась с Южноафриканским союзом, падение Кейптауна состоялось. Одним противникам, получается, поменьше будет. Не нужно нам готовить вторжение в Южную Африку. Дождались четвертый съезд профсоюзов, вновь они собираются, и у нас три кандидата. Наш кандидат та, что посередине Евгения, а точнее, скорее всего, Эужения Альваро Морейра станет лидером синдикалистской партии. Вот такая вот. Ну, тут пишут вообще Эухения, но, скорее всего, на португальский лад Эужения. Но это не точно. Я португальский не учил. Ну, в комментах могут пояснить, если эксперты есть. Насколько я помню... А, у нее трейта нет. Раньше был у нее еще трейт Гедонист. То бишь, берет от жизни все, и что-то падало. То ли стабильность, то ли поддержка войны, что-то из этого. Сейчас ничего не падает, но так или иначе. Скоро нападем на Эфиопию. Да, готовлюсь уже. И скоро нападем мы на Австралазию. Немцы таки не проснулись, не стали нападать на нас. Ну, у них там свои дела. Они еще их до конца не решили. Пронеслась. Нападаем мы на Сомали. А раз мы напали на Сомали, то и Эфиопия вступится. Так как это их хозяин. Блин, ждал, наверное, минут 10, чтобы объявить войну. Одну только кнопочку нажал. Это просто вынос мозга. Да и сама по себе игра сейчас будет... Ну, только на турбоускорении. Только вы сможете увидеть что-то более-менее похожее на плавный геймплей. А я сейчас буду страдать. Поехали. На месте Эфиопов и Сомалицев появились, как не странно, Эфиопы и Сомалицы. Ну, также еще Эритрея. И забавная вещь. У эфиопов кто-то из королевской семьи является председателем синдикалистской партии. Ну и нападаем на Австралазию параллельно. Это последняя война в Сирии. Дальше опять буду страдать, прогонять время до 54-го года и финального махача с немцами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Делать я этого не буду Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок